Сложно представить современный мир без телефонов, а детей не удивишь наличием суперсовременных гаджетов. В последнее время стало модно покупать детям дорогостоящие вещи – планшеты, смартфоны, стоимость которых переваливает за несколько десятков тысяч рублей. Все бы ничего, если бы дети не приносили их в школы. Складывается ощущение, что учащиеся между собой соревнуются, у кого смартфон круче. При этом практически в каждом смартфоне есть выход в интернет. Некоторые родители, отправляя своих детей в школу с дорогими телефонами, не задумываются о вреде информации, которую ребенок получит в интернете. Наша съемочная группа посетила несколько образовательных учреждений, чтобы узнать, как в школах города борются с этой проблемой. В пятой школе перед тем, как ученик зайдет в класс, телефон кладет в специальный ящик и забирает его только после окончания всех уроков. Дети приходят, классные руководители собирают телефоны. Вот у каждого своя коробочка, 9-й, 2-й класс. Вот посмотрите, все коробочки. Вот здесь мы их ставим. И после того, как заканчиваются уроки, мы им раздаем. За всеми детьми не уследишь. Некоторые, особенно старшеклассники, все же умудряются пронести в класс смартфон и даже используют во время уроков. Каждое утро мы свои телефоны кладем в специальные коробочки, которые находятся в учительской. А потом после уроков мы их забираем, но некоторые все же заносят телефоны. Во второй средней школе смартфоны под строгим запретом. Здесь регулярно проводятся рейды. Если во время занятий у школьника обнаружат телефон, руководство школы имеет право забрать его. Возвращают смартфон уже не ребенку, а родителям под расписку. Каждый год, в начале учебного года, с родителями мы заключаем договор, в котором в отделе обязанностей родителей проходит пункт 1, 2, 3, пункт о запрете этих гаджетов. Многие родители считают, детям нужны телефоны в школе. Таким образом, они поддерживают с ними связь. Телефоны, в принципе-то, они и нужны, потому что мы таким образом контролируем детей. Кнопочный телефон вполне достаточно. В Альбионе, как и в других школах, телефоны собирают в специальную коробку. Дети забирают их только после окончания всех уроков. На первый взгляд, проблемы как таковой нет. Ученики приходят в школу со смартфонами, но со слов педагогов в класс не заносят. Однако есть множество фактов, когда ученики во время уроков используют телефоны. С целью решения данной проблемы Министерством образования в октябре 2017 года издан приказ о запрете гаджетов с выходом в интернет в общеобразовательных учреждениях. Копии приказа были направлены во все образовательные учреждения. Большинство образовательных учреждений успешно справляются с этой задачей. И, конечно, пользуясь такой возможностью, хотелось бы обратиться к родителям, чтобы они покупали своим детям простые кнопочные телефоны. Проблему можно решить сообща. И прежде всего, каждый родитель, покупая своему чаду дорогостоящий гаджет с выходом в интернет, должен задуматься о последствиях. Стелла Бязарова, Александр Кочи, Фатима Кумаритова. Информационный выпуск. Сегодня. Сегодня. Продолжение следует...